Немножко пару слов за это место. Это место удивительное вообще, то есть, да, это здесь жизнь человеческая, здесь Ла, это каньон Вадекель, то есть, да, и здесь Ханания еще жили. И потом вот, когда уже Иисус Новин вошел в землю Битвана, в Пожребете, но Режебе, это Калина Аминова досталось. И это был как раз на верху поселок, который есть, это одна, это не Дельбекой, если бы, Библейский Анафор, два города левитов. И там родился Порок Керемея, так вот это 130 лет до Креста было. Так вот, есть книга про Керемея, еще написано, 13 глава, то есть, здесь Бог говорил с человеком, с Пророком Иеремеем, да, на этом источнике, то есть. И вот такое место особенное, особенное место. И сюда уже в 275 году Господь преподобного Харитона привел, и отсюда пошло все монашество первых детской пустыней. Здесь Макарий подвязался, который потом стал патриарх Мурсалимским, который строил гроб Господень, ну и Крещен Господень, то есть, вызывал. Здесь еще один патриарх, то есть, Антиохийский подвязался, Георгий, то есть, да. Очень много святых было, и Фимий Великий, и Феоктиз, и так далее. Когда преподобный Харитон в 350 году представился здесь могилой, то есть, да, сохранилась, вместе с ним Господь забирает еще 700 братьев, совершенно здоровых людей, по их вере, то есть. Да, их сказанные тленные мощи лежали здесь в погибальной пещере до 1162 года, 700 с лишним лет. Это, конечно, место чудо, и что Господь для нас охраняет, это, конечно, удивительно. Ну, конечно, начиналось мало, потому что место было, это вообще потеряно, то есть, да, и только в начале 10 века его нашли, когда русско-духовное место стало, то есть нашли это место. Вот, и с тех пор, в общем-то, так, ну, правда, войны были, и так далее, оно было разрушено совершенно, и вот с 91-го года, если точнее, с 98-го года, начали восстанавливать его потихоньку-потихоньку, с Божей помощью. Ну, сейчас два чудесных храма, и так далее, сейчас число мне дело на могилу преподобного Харитона. Это Игорь хочет показать, это какой храм лишний? И сейчас этот. Да, это вот, это вот, да, это вот я всю работу с православными арабами, с биджалами, вот это вот иностранство, то есть, да, итальянская карара, это все беззандия. Я, то есть, неудейская пустыня Негих, это на юге там, там фрагменты храма сохранились, то есть, да, я оттуда просто фотографирую, но все это переносили на мрамор. Вот этот вот Капитель, это Мамшит такой, где преподобный Ларион, Саглата, Сусит, Антон Белегунинского моря и так далее, это все наши проекты. И вот эти вот Сережа иконы, вот эти вот, да, ну, наверное, Игорь, то есть, показывал, это все иконы, они древние. Вот Сергий Раджичский, это XVII век, Серафим Саровский, это который, то есть, несколько икон было написано про славление преподобного Серафима, то есть, и мощи вставлялись в левом углу здесь, да, вот, и здесь Анна Шанхайская мощи. Ну, в общем, это выкуплены все эти иконы на аукционе Сотби, вот, и подарены, то есть, да, сюда пожертвования. Это вот недавно привезли, это Новая Пархия открылась, это Киргизская, было раньше Ташкентского общего, теперь Киргизская, это Ираклий и Цикульский, это новомученики, там очень много было новомучеников, посмачи налетели, их просто живые содрали кожу и мучили и так далее, и так далее. Один брат подстропило, то есть, это и был свидетелем святого, вот, это с мучами икона такая пришла. Та, это вот единственная икона, Сережа, и, в общем-то, вот эти две иконы, это Никола Никотский храм, сейчас царских мученицей с Николаем. Эти две иконы, то есть, да, вот царская семья, и там же их святые, это Мат Сусанна, такая, с Марик Нолиной написала, то есть, Моисей тоже ее. И вот эта вот икона преподобная Харитона, о чему, Сережа, все это говорю, в Верхнем Браме тоже иконы совершенно разные, отовсюду. И я, в общем-то, рад, что вот и преподобный Харитон теперь тоже будет, то есть, на могиле, то есть, да, она хорошо не выбирает, эта икона, и как раз это то, что надо. И, в общем-то, Сережа, вот дело, общее дело, по славу Божию. По славу Петра, да. Вот это вот эта жизнь называется, когда без Бога, это так. Вот, так что все, слава Богу, Сережа. Ну вот, ну, вот это мощевик, вот раньше, когда был в Византии, вот под престолом, так и не было антимисов, как сейчас. На мощевиках, и там, вот как раз, это мощевик, это патриарх Тихонов, который, с верой Николай Исковским мощами. И этот крестно-престольный, там, и Фразиния Полоса, и Геннадий Гречинин, ищенно-мощник Макарий, патриарх Антиохийский. Здесь есть его тоже мощевик, тоже, то есть, здесь мощами, то есть, Петр Фавелий Моровский, Анатолий Абсовский-Младший, Матронушка Московский, Ильфус Зандерский, Гавелил Афонский, Пукш-Одесский-Он-Одесский, Николай Исковский-Голосеевский, то есть, да. Вот, а в этом, в этом мощевик тоже, то есть, да, здесь Великая Княгиня Ольга. В России этих нет мощей, когда у нее подписывали в Флоренцию, куда-то вывезли, ну, что в Коломне было в иконе, это мне вот привезли. Вот, потом Аристот Леофонский, потом Великая Княгина Сосея, которая просто у нас и в Киеве построила, вот, Софи Куменстан, Санжи, Булгарские мученики, вот, недавно привезли из Ливана, Гишоя и Самана. Я в капсулы, пока их не положил, мощи, то есть, это Копские Святые, Египетские, 6-й век. Вот, а в Госпоту есть такое место бережет, в том году было 3500 человек-паломников, начиналось вообще где-то там 300 человек, скажем, год, а теперь в том году 3500, праздник, да, престольный был, 300 гостей было, две литургии двух храмов, то есть, да, ну, в общем, удивительно все. Это по Никодилу, это в Минске, это ковка, то есть, да, это ручная работа, это ковка, все. Вот, ну, в общем, Сережа могу много говорить, а то есть, а это вот, это мощь, естественно, Николая. Это такой архиепископ, товарищи Херсонский Иоанн, он привез из Бари. Устрояет. Ну, вот, Сережа, так, пока вот это все, то есть, да, быстренько, то есть, это колокола сейчас привезли, так вот, с Игорем мы так вот, минутка, такая возможность есть, то есть, да, и позвонили тебе. Вот, ну, в любом случае, то есть, желаю тебе, то есть, спасения души, самое главное, ну, мы все крест несем, так что все, слава Богу, Господь всегда рядом с нами, никто не любит нас, как Он, то есть, да, никто ближе, как Он к нам, поэтому все, слава Богу, у нас все, слава Богу, просто. Слава Богу, Христу, я, я чего, я смотрю на вот эту, на всю вот эту вот ценность, понимаете, ну, я, я смотрю на духовную ценность, и ценность такую, мирскую, и все-таки, действительно, как Господь-то охраняет, это же, это же тут, как бы, естественно, мирские, вот эти ценности переложить, да, это же тут несметное богатство, и как Господь вот это все охраняет где-то в какой-то месте, в таком пустынном. Да, вот Господь бережет этот мир, каждого из нас, это место, поэтому Он всегда спокойный, я никогда не волнуюсь, что кто-то залезет, украдет, я спокоен, потому что, как это самое сказано, то есть, да, в суе зизучи, то есть, которые вот срегут дом, в суе, если это все без Бога. То есть, а когда с Богом, он все, то есть, и совершенно все спокойно, и все хорошо. Поэтому, Сережа, вот мы делаем общее дело, и все это для людей, вот это спасение через ближнего сказано, и вот так вот мы делаем один то, другой, это третье десятое, и это все для людей, вот тысячи, тысячи едут со всего мира сюда и духовно укрепляются. Вот это самое главное, вот это самое главное, вот так мы служим ближним своим, и Богу. Так что все в порядке, Сережа. С следствиями событий 67-го сегодня пытается разобраться и православный монах, живущий в одном из древнейших на святой земле христианских монастырей. Каменная обитель в той войне была серьезно повреждена, и монах Харитон хочет ее восстановить. Но путь праведника, как известно, тернист. Через тернии вместе со своим героем пробирался и Руслан Гусарат. Это не трап, и человек в рясе, ловко взбирающийся в узкий каменный проход, не корабельный священник. Это русский монах Харитон, и сегодня он главный и единственный хранитель и защитник внутрискального монастыря святого Харитона в азисе Эйн-Фаран, иудейской пустыни Израиля. Это самый первый престол на святой земле. Святая Олена только через 50 лет придет на святую землю и только начнет храмостроительство. А здесь все было. Легенда гласит, что в конце 3-го века нашей эры некий христианин Харитон, после перенесенных от римского императора мук за веру, был захвачен в этом ущелье разбойниками и брошен связанным в пещере. Разбойники ушли за новой добычей, а в пещеру вползла змея и пустила яд в сосуд с вином. По возвращению разбойники выпили это вино и отравились. После этого Харитон решил остаться здесь и посвятить свою жизнь Богу. Он основал сначала этот монастырь с кельями в скале, а затем и еще несколько в округе. По преданию, 1700 лет назад именно в эти пещеры гроты, бандиты, притащили связанного преподобного Харитона. Ну, потом здесь же развивались последующие счастливые для него события. Он освободился из плена. Ну, а затем здесь жили многочисленные монахи, да и сейчас иногда живут. Иногда. А ведь могли бы и постоянно, как раньше. Но, по словам игумена Харитона, в последнее время монастырь оказался в очень непростом положении. Его территория находится в глубине одного из многочисленных национальных парков Израиля, Эйн-Прат. Местные власти, в стремлении контролировать ситуацию, перекрыли блокпостом единственную ведущую сюда дорогу. Так же, как и с местных жителей, приезжающих сюда на шашлыки и на отдых, стали взимать плату из христианских паломников за проход в монастырь, принадлежащий с 1904 года Русской Православной Церкви за рубежом. А с недавнего времени внесли в черный список православных строителей-арабов, которые помогают восстанавливать монастырь. Первое. Ограничение, то есть по времени на посещение паломников. Паломники не могут по силам физическим посетить это место, то есть, да, из-за этого. Потом, сюда нельзя привозить по запрещению заповедника стройматериалов. Никаких. Никаких работ не должно проводиться. Хотя эта жизнь, я говорю, упала, то есть здесь метро забора, это надо было сколько одного цемента, грали, чтобы это все восстановить. Отказавшись от телекомментариев по поводу запрета на ввоз в монастырь стройматериалов и допуска православных строителей-арабов, в Управлении природных заповедников и национальных парков Израиля жалобы Игумена Харитона и Русской Православной Церкви за рубежом при этом назвали преувеличенными свои действия по сбору платы с паломников оправданными законодательством, а также компромиссным решением суда. Решением Высшего Суда Справедливости Израиля от 29 июля 2010 года территорию парка-заповедника без оплаты за вход могут посещать до 500 паломников ежегодно. Обжаловать решение можно не ранее, чем через год. До возможной апелляции и рассмотрения дела по главным на сегодня проблемам монастыря, допуска сюда стройматериалов и православных рабочих арабов, еще почти два месяца. Пока же Харитон живет в монастыре вместе с собакой Умкой и тремя попугаями. Сам или с Аказией понемногу доставляет в монастырь материалы для восстановления нижнего храма и могилы основателя монастыря, святого Харитона. Время от времени монаху приходится в одиночку отбиваться от экстремистски настроенных фанатиков одной из местных религиозных школ, которые сбрасывают с верхушки скалы на монастырь камни и разрушают христианские символы. Впрочем, монах Харитон относится к этому философски. Покидать монастырь он не собирается и считает, что любую проблему все равно можно разрешить не силой, но словом. Были бы персы, пришли бы сейчас, мы бы с ним тоже общий язык искали бы. Сейчас это есть Израиль, и мы должны с ним общий язык, но искать. До этого, по крайней мере, со всеми общий язык был. И с ним тоже должен какой-то общий язык быть. Поэтому надо вопросы искать и найти. Жизнь продолжается, да? Руслан Гусаров, Андрей Тихонов и Бова Городовикова, Ближневосточное бюро НТВ, Израиль.